Как изменился город? Город очень сильно, хочу сказать, почистил. Если кто помнит Меаполь и площадь Грибальди, это такой райончик, знаете, колоритный, с которым кипит жизнь, двигаются люди, очень большое скопление, и двигаются люди, и мусор, в общем-то, здесь, что достается сразу в глаза, это куча мусора. Просто мусор, который валяется на полу, бумажки, все, и люди, которые выгуливают животных, не все убирают за ними, и поэтому, если как и это все всегда валяется. Когда идешь по площади, нужно, знаете, ловить мины. Сейчас я вам скажу, все чисто, достойно, нет ни бумажек, ни собачек, ни какашек, ничего. Ну и людей, конечно, тоже нет. Вот. Что же еще хочу сказать из последних новостей. Всем привет из Неополя. Я блогер, меня зовут Татьяна. И сегодня я вышла для того, чтобы рассказать о последних новостях в Неаполе, как мы сидим на карантине и вообще, чем мы здесь занимаемся, что проходит в городе. Конечно, настроение, вам хочу сказать, лично у меня, вот пессимистическое, но я постараюсь сегодня быть крайне оптимистом и рассказывать с оптимистической точки зрения, скажем, всю ситуацию. Вот. Поэтому начнем. Если говорить о том, что ходят люди по улице или не ходят, то скажу вам, что люди по улице двигаются, перемещаются крайне редко. Я выставлю видео, в котором укажу время, 8 с копейками, да, в метро станция Гарибальди. Люди едут на работу, как они едут, в каком обличии, вот в каком количестве. И вы сможете увидеть всё сами. И следующее видео будет буквально через 3 часа после, скажем, того, как люди... Да? И следующее видео будет буквально через 3 часа после, скажем, того, как люди, да, поехали на работу. И вот метро практически большую часть дня туда-сюда гоняют пустые вагоны. Какие еще изменения в городе произошли за это время? Будут 2 недели мы сидим на карантине. И хочу вам сказать, что настроение неаполитанцев очень сильно меняется. И не в лучшую сторону. Значит, если раньше в очередях люди, скажем так, вели себя спокойно, да, доброжелательно, скажем, то сейчас я уже замечаю немножко, знаете, другую картину. В прошлую пятницу я была свидетелем того, что разразился скандал. На почве чего? Значит, сразу хочу сказать, что если раньше, допустим, в магазинах просто запускали в маски, то сейчас уже немножко всё изменилось. Требование обязательно маски. Когда заходишь в магазин, тебе обрабатывают уже работники руки жидкостью для рук. И обязательно предлагаются перчатки при входе одноразовые в супермаркет. Значит, из-за чего же разделся скандал? А из-за того, что молодой человек был в маске, а его жена была закутана просто с шарфом. И их просто не стали пускать вдвоём. Сказали, заходи, ты кто-то один человек, в принципе, этого будет достаточно. Ну, сказать, что мужчина отреагировал неадекватно, в общем-то, он практически стал кричать, ругаться и ссылаться на все законы, которые уже сейчас применяются. И на шум, как ни странно, вы знаете, приехала очень быстро полиция. Вот, подошли к... для того, чтобы поинтересоваться, инцидент, ну, ещё, знаете, у нас полиция такая интересная, значит. Я это всё не снимала, но я расскажу это. Вот, приехала местная полиция, транспорт же не ходит. Оставили машину прямо на проезжей части. Подошли разбираться за этой машиной из-за того, что они оставили на проезжей части. Просто, вот как, знаете, ехали и приткнулись. Не смог проехать автобус рейсовый, который двигался навстречу. Стал сигналить, за ним скопились машины. В общем-то, знаете, маленький бальдельер получился. В общем-то, человека этого успокоила полиция. И, более того, решили полюбовно, что всех, кого после не пускали в шарфами, а инцидента почему случился? Потому что до сих пор нет масок в аптеках. Вот, и я тоже хожу в маске, которую сшила сама. У меня нет маски купленной. Вот, поэтому инцидент закончился благополучно. Хорошо, скажем. Вот, но к чему я хотела сказать, что настроение у людей очень сильно меняется. Если раньше это были песни, пляски, знаете, то сейчас это уже немножко по-другому. Потому что два месяца, два, две недели под замком, ну, честно, накладывают отпечатки. Это я вот сейчас так стараюсь бодренько так рассказывать. Но на самом деле, вот, совсем как бы не весело сидеть в заперти. А в этот же день, в пятницу вечером, я наблюдала уже другую картину, когда вечером где-то уже часов восемь под нашим домом кричала женщина, и съехалась масса, масса, масса милицейских машин. Я тоже дальше поставлю отрезочек. Я выкладывала в сторис этот инцидент. Что случилось, я не знаю. Но женщина очень сильно кричала. Значит, в пятницу того же дня... В пятницу того же дня, что я видела еще в городе. Я живу на Гарибаде, и на Гарибаде есть здесь район, прямо, который, скажем так, оккупировали негры. Он так и называется район, негритянский район. Вот, они там имеют магазины, они там имеют жилье, их там церковь есть, и базар, где они занимаются торговлей. Ну, как бы, так, заняли себе такое пространство, скажем. И вот, что я заметила, когда выходила из магазина, потому что магазин, в котором я покупаю продукты, он находится за этим районом негров, скажем. Мне нужно пройти этот район для того, чтобы подойти в магазин. И возвращалась я тоже так же через этот район, скажем. И я увидела машину, которая обрабатывает каким-то газом улицы. Вот. Хотела, конечно, снять, но не до того было, потому что были в руках продукты, и телефон далеко находился. Но, в общем, бог с ним. Когда я потихонечку так чап-чап-чап, значит, с продуктами дочапала до, скажем, там, 2 или 3 квартала, и эта же машина выдернула ко мне навстречу, скажем так. И вот прям я с ней соскаковалась на пешеходном переходе. Ну, я как... Никого нет, только машина. Но я остановилась, конечно, чем они травили, каким там газом, не знаю. Вот. Ну, они, значит, притормозили, и он мне крикнул, сеньора, проходите, пожалуйста. Я спасибо, пошла. Вот. И потом, только уже через маску, унюхала такой, знаете, какой-то такой нехороший запах. Но, что я еще заметила. Вы знаете, за эти 2 недели вообще в этом районе пропали все попрошайки, которые сидели возле магазинов, все бомжи, которые просто жили на улице. И 2 дня назад у нас под домом жил постоянно негр. Я не знаю, я здесь живу уже 5 месяц в этом районе. И этот негр тут и жил. И 2 дня назад вот я уже его не видела. Вот. Потому что куда он делся, я не могу сказать. Вот. И я в магазине у людей спрашивала, кто, может, что-нибудь видел, куда делся этот негр. Но, в общем-то, никто ничего не рассказывает. Вот. Поэтому тайна, значит, покрыта мраком. И что я хочу сказать еще. На следующий день, в пятницу, я видела, как травили газом на улицах из машины. Значит, и в субботу с утра, когда я вышла на улицу, тоже я снимок выставлю, но не прецедента, скажем. Я увидела того, чего раньше, в принципе, не видела. Мертвых крыс на улице города. Вот. Я поняла, что его травля произошла отлично. Вот. Что еще хочу сказать. Как изменился город? Город очень сильно, хочу сказать, почистил. Если кто помнит Неаполь и площадь Грибальди, это такой райончик, знаете, колоритный, с которым кипит жизнь, двигаются люди, очень большое скопление, и двигаются люди, и мусор, в общем-то, здесь, что бросается сразу в глаза, это куча мусора. Вот просто мусор, который валяется на полу, бумажки, все. И люди, которые выгуливают животных, не все убирают за ними, и поэтому пись и каки, это все всегда валяется. Вот. Когда идешь по площади, нужно, знаете, ловить мины. Сейчас я вам скажу, все чисто, достойно. Нет ни бумажек, ни собачек, ни какашек, ничего. Ну и людей, конечно, тоже нет. Вот. Что же еще хочу сказать из последних новостей? То, что я слышала. Что за последние два дня уже уменьшилось количество умирающих людей. Численность умирающих людей пошла на спад. Это, в принципе, хорошая новость, которой мы все же порадовались. Вот. В нашей нелегкой ситуации. Грустной. Скажу вам, что хочет уехать из страны. Ну, я думаю, что туристов здесь уже не осталось. А вот. И тех, кто там как-то просто отдыхает. Где отдыхать в стране? Наверное, остались еще нелегалы, которые просто тихонечко сидят, пересиживают. Но из-за того, что не у всех есть, допустим, средства к существованию, а многие сейчас остались без работы, то до сих пор люди могут выехать, если обратятся в посольство. Вот насчет финансовой помощи я не знаю, не могу сказать. А то, что я видела людей, которые в выходные дни шли с чемоданами в сторону вокзала, вот я понимаю так, что люди, кто-то еще уезжает. Всю жизнь мечтала сделать видео. А сейчас так вообще само то время, потому что вообще нету никого. Смотрите. Станция метро Гарибальди. Класс. Вот, и если было интересно, подписывайтесь на мой канал. С вами была я, блогер из Неаполя Татьяна. Всем спасибо за то, что меня смотрите. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok